Здравствуйте, друзья! На связи Татьяна Черонова. Во втором видеоуроке «Как установить аудиоплеер с плейлистом на блог WordPress». В первом видеоуроке я показала вам, как установить плагин, как настроить внешний вид плеера, а в этом видеоуроке я покажу вам все остальные настроечки. Покажу, как создавать плейлисты, как закачивать музыкальные файлы на хостинг, а также покажу вам, как настраивать режимы воспроизведения плейера. Для начала нам нужно установить папку «Аудио» в корневой папке своего блога. Для этого нам нужно зайти на наш хостинг. Итак, идем на хостинг. Находим папочку нашего блога. И сейчас будем устанавливать папку. Имейте в виду, если вы новичок, что папку нужно устанавливать в корень блога. Я раньше все не могла понять, что же это за корень блога. И поэтому я сейчас объясню для того, кто тоже не понимает, где этот корень блога. Корень блога – это самая первая папочка WordPress, в которую мы заходим на свой блог. То есть там папки «WP Admin», «WP Content», «WP Include» и остальные файлы WordPress. То есть вот где начинается WordPress, там и есть корень вашего сайта. Нажимаем на значок «Создать новую папку». Называем ее «Аудио», чтобы самим потом ни в коем случае не запутаться. Называем на английском языке обязательно. Нажимаем «Создать папку». И теперь в эту папку мы закачаем несколько мелодий, чтобы мне было на чем вам показывать. Открываем папочку и закачиваем туда файлы. Файлы, которые мы закачиваем, должны быть обязательно на английском языке и в формате MP3. На хостинге это все загружается довольно-таки долго. И посмотрите, как это миленько загружается через FTP-клиент файл ZILA. Берем файлик, переносим на поле. Вот пошла загрузка. Обновляем. И вот наш файлик появился. Все файлы, которые хотела, я загрузила. Сейчас пойдем делать плейлист. Итак, сейчас мы с вами будем создавать плейлист. Идем на вторую строчечку в боковой панели FMP Player Editor. Нажимаем туда. И здесь уже есть плейлист показательный. Нажимаем «New». И пишем название этого плейлиста. Пишем обязательно все на английском языке. Нажимаем «Ок». Потом нажимаем на этот плейлист. Нажимаем кнопочку «New». Здесь мы пишем ссылочку для воспроизведения файла. Здесь мы пишем ссылочку для того, чтобы скачать файл. Если мы, конечно, хотим, чтобы скачивали файл. Дальше мы идем в папочку «Аудио» и копируем название песни. Вот у меня папочка «Аудио». Открываю ее. На хостинге вы ее открываете точно так же. И копирую название «Бандит Питер». Это у меня «Бандитский Петербург» Корнелюка. Копирую. Здесь пишу «Аудио». Ставлю слэш. Вставляю название файла, в котором песня «Бандитский Петербург». Обязательно английское название «Точечка» и «МП-3» должны быть в конце. Здесь делаем то же самое. «Бандитский Петербург» Корнелюк. Так как я забыла его имя. И нажимаем на кнопочку «Эт». Дальше нажимаем «Сохранить». Закачиваем сюда еще одну песню. Таким же образом. Я сейчас поставлю на стоп. Загружу сюда еще три песни. Чтобы я вам показала возможности плейлиста. Вот таким образом я добавила еще две песни. Теперь мы создадим с вами страничку. Или если вы хотите, создадите запись. Идем в страницу «Добавить новую». После того, как мы установили этот плагин в редакторе постов и страниц, появится вот такой вот значок. Мы на него нажимаем. Пишем ширину плеера. Высоту плеера. Вот в этой строчке выбираем плейлисты. Вот я его назвала «Один плей». Нажимаем. И нажимаем на кнопочку «Инсерт». После этого появляется вот такой вот код с плейлистом. Нажимаем «Опубликовать» либо «Сохранить». Я нажму «Опубликовать». Кнопочки, к сожалению, не видно. И нажму «Посмотреть изменения». Вот у меня появился плейлист. Нажимаем. То есть появился аудио-проигрыватель с плейлистом. И вот у нас играет «Бандитский Петербург». С цветом я почти что угадала. Можем делать крюч. Что-то какая-то тихая песня. Вернулись мы в свою админку. Вот мы создали один плейлист. Второй здесь есть тестовый. И мы можем здесь создавать какое угодно количество плейлистов. Нажать им на кнопку «Нью». И выбираем нужный плейлист. И загружаем туда мелодии. Сейчас я еще покажу вам, как загружать маленькие фотографии напротив мелодии, которые воспроизводятся. Нажимаем «Редактировать». Идем туда, где у нас есть картиночки. Я храню многие картинки на сервисе «Пикассо» от Google. Очень удобно. Советую вам тоже пользоваться этим сервисом. Нажимаем правой кнопкой мыши. Копируем URL. И вставляем в «Имидж» URL. Картиночка может быть совсем маленькой. Но я ее не уменьшала. И вставляю такую, какая есть. Пишем. Нажимаем «Отдейт». Вот видите, картиночка появилась. Загрузим также картиночку Натальи Орера. Вот появилась еще одна фотография. Нажимаем «Сохранить». Идем в нашу музыкальную гостиную. Обновляем страничку. Проигрываем ломбаду. И здесь цветочки рядом с ломбадой. Теперь та картиночка, которую мы с вами загрузили. Проверяем Наталью Орера. Тоже там появилась картиночка. А теперь мы настроим в нашем плеере воспроизведение мелодий так, как нам нужно. Для того, чтобы настроить нужный нам режим воспроизведения мелодий, нажимаем опять «FMP Config Editor». Переводим при помощи Google Chrome. И если мы хотим, чтобы мелодии запускались без какого-либо вмешательства нашего посетителя, то ставим на «Автостарт». Здесь ставим галочку. Этого делать не буду. Вот здесь стоит такой режим «Повторите все». В этом режиме «Повторите все» после того, как мелодия проиграет, будет играть следующее. Без каких-либо действий со стороны пользователя. Дальше. Режим 1. Если мы выбираем опцию 1, то одна и та же мелодия будет воспроизводиться по кругу. То есть бесконечно-бесконечно, пока ее не остановят или не перейдут на другую мелодию. В режиме «Список» все мелодии будут повторяться друг за другом. То есть после того, как окончится одна, будет воспроизводиться другая мелодия. И функция «Нет». Проигрывается мелодия. И все. Пока не нажмите на новую мелодию, ничего воспроизводиться не будет. Итак, я рассказала и показала вам, как настроить плеер с плейлистом на своем блоге WordPress. Если вам понравился видеоурок, то нажмите, пожалуйста, в левом нижнем углу видеоролика кнопочку «Нравится». Там палец вверх идет. Если вы не хотите потерять эти видеоуроки, то добавьте в «Избранное». Это можно сделать, нажав ту кнопочку внизу «Добавить в». Если вы хотите получать такие видеоуроки регулярно, то тогда подпишитесь на мой канал. Это можно будет сделать, перейдя сейчас по ссылочке во всплывающем окне. А вам я желаю всего доброго. До свидания.